Мы сейчас находимся в точке, которую исторически, если сравнивать, можно назвать с 1943 годом. Кульминация некоторых событий, повторение некоторых событий. Дело в том, что фронт не существует сам по себе, он опирается на тыл, на общество, на государство. Поэтому, когда мы видим какие-то успехи тактические противника, надо задавать себе вопрос, какой ценой они достигнуты, сколько он может выдерживать такой темп, что подпирает его, что дает ему сил выполнять эти действия на фронте. Да, ситуация с начала года ухудшилась. Я еще весной, скажу честно, давал эти прогнозы о том, что нас ждет очень тяжелый год, что нас ждет мощный накат противника. Но в зиму российская армия будет входить в предкризисном состоянии. Смотрите, маленький звоночек. В Россию идут северокорейские подразделения. Речь идет о подтвержденных абсолютно данных. Это данные уже разведок ряда стран, что ни одна тысяча бойцов из Северной Кореи находится в России. Вы же прекрасно понимаете, что их сложно интегрировать в российскую военную структуру, что это несет не только свои плюсы, но и минусы. Минус огромный, репутационный. Здесь можно, кстати, задать вопрос, кто был инициатором отправки войск северокорейских на линию фронта. Как вы думаете, был ли это Путин, либо это был его веселый пухлый друг с северной бомбой? Я думаю, Камчинин. Вы правильно совершенно говорите. Путину, в принципе, появление северокорейских войск на фронте сулит больше проблем, нежели плюсов. Потому что не очень большое их количество не изменит ситуацию. Большое их количество – это проблема для их применения, потому что по боевому потенциалу они с российской армией сравняться не могут совершенно никак. Российская армия обладает огромным боевым опытом. Да, она не участвовала в современных конфликтах с равным себе противником, но войны в Чечне, конфликты на Ближнем Востоке, в Сирии – это все давало ей возможность приобретать боевой опыт. С 2014 года российские войска участвуют в агрессии. Захват Крыма, конфликт, который начался на Донбассе. Сейчас за два с половиной года войны они накопили современный боевой опыт. И что может добавить к такой армии появление людей, совершенно не знающих языка, не имеющих боевого опыта, готовящихся по стандартам советской армии в 80-х, 90-х годах? Вряд ли что-то хорошее. Естественно, что это понятно, что это инициатива к Ким Чен Иной. Таким образом Путин расплачивается со своим, скажем так, партнером, практически уже равноправным, за поставки снарядов, за поставки вооружения и снаряжения воинского. Прибытие корейских войск на фронт может иметь очень неприятный итог для Путина. Если Южная Корея всерьез осознает это как угрозу, угрозу, которая повлечет за собой модернизацию северокорейской армии, пополнение ее людьми с боевым опытом, если Южная Корея примет решение о мощной военно-экономической поддержке Украины, это перевесит все те сомнительные плюсы, которые Путин получит от пребывания на фронте северокорейцев. Значит, вернемся к фронтовой ситуации. Противник увеличил темпы наступления. Они растут с самого начала года. Но все равно даже при нынешних темпах наступления его попытки захватить Донбасс займут как минимум год-два. Если на юге ему относительно легко продвигаться, потому что там более открытая местность, там меньше участков со сложным рельефом, с лесопосадками, где можно зацепиться, то если мы смещаемся уже в район Славянска, там совершенно другой театр боевых действий. А чтобы выйти в район Славянска, противнику надо будет в любом случае обеспечивать свой правый фланг, северный фланг. То есть ему надо будет постараться сделать то, что он сейчас пытается сделать. Это выйти на линию северского Донца и не на каких-то отдельных участках, а на широком фронте, чтобы обеспечить свой фланг. Это очень сомнительно. Противник не оставляет попытки шевеления в Харьковской области, где активно наш легион работает несколько месяцев уже. Что касается Часова Яра, противник намеревался взять его изначально к 9 мая. Успеха не добился, застрял, и в принципе на этом направлении он каких-то перспектив не имеет. Хочется подчеркнуть, что от нас сейчас требуется очень большие усилия по удержанию фронта. Но если общество будет консолидировано, если будут готовиться разумно, быстро и грамотно, не для галочки, оборонительные рубежи, то противник очень сложно будет продвигаться вперед. Российская армия сейчас воюет в кредит. Путин им поставлена жесткая политическая задача до американских выборов добиться максимального успеха. Он бросает в бой все. Да, у нас сейчас нет сил и средств, чтобы нанести какой-то контрудар. Вообще каждый день я анализирую, что происходит на фронте. Я наблюдаю за картами, и как военному мне обидно видеть вот эти щупальца или сопли тонкие, которыми они прорезают нашу оборону, и мы не имеем сил и средств, чтобы их срезать. Буквально год назад такие попытки, они бы не оставались безнаказанными. Да, нам сейчас очень тяжело. Но и Путин бросает в бой все для того, чтобы максимально продвинуться вперед и попытаться в случае прихода Трампа к власти зафиксировать полученный результат военный за столом переговоров. Потому что если Путину не удастся зафиксировать за столом переговоров этот результат, это будет для него равноценно поражение. Поймите, что отвод войск на границе 22-го года, даже не 14-го, а 22-го года в России будет принят как поражение. Даже если Путин будет рассказывать о том, что всех демилитаризировали, деноцифицировали, в России все прекрасно видят цену его на текущий момент первой победы. Все прекрасно видят, в каком состоянии плачевном экономика, финансовая сфера, демографическая ситуация. Поэтому продать отход на прежние позиции в качестве победы у него не получится. Путин сейчас ведет фактически войну за свое собственное выживание. Потому что если ему не удастся продать обществу, а тем более элитам это как победу, его дни сочтены. Легион с первых же дней вторжения на Харьков еще не принимал участие в этих боях. Мы чувствуем особую ответственность перед харьковчанами. Этот город нам уже стал как родной. Я сам в окрестностях Харькова уже второй год воюю. Ну понятно, что периодически меняю участок фронта. Там Туторец, Горловка, Авдеевка. Харьков никто не сдаст. У противника нет ни сил, ни средств это сделать. В начале мая он добился каких-то небольших успехов. Дальше для него наступила стагнация. Попытки расширить плацдарм, как-то оползти, расширить именно зону, а не увеличить ее в глубину у него тоже не обвенчались никаким успехом. Вы знаете, что подразделения ГУР выбили его из Волчанского агрегатного завода. Легион на Харьковском направлении. Я не буду уточнять участок. Мы принимаем участие тоже, бьем противника, поэтому ему там ничего не светит. У него постоянно отвлекаются ресурсы на то, чтобы удержать захваченную территорию. И терять репутацию, выводить войска он не может. Перебрасывать туда еще какие-то дополнительные силы и средства он не может. Он сконцентрирован больше на задачах на других участках. Возможности выйти сейчас на широком фронте восточный Харьков, он тоже не имеет такой возможности. Поэтому давайте не паниковать и не думать о том, что в 25-м году Харькову что-то будет угрожать. Мы прекрасно знаем, что Северная Корея отправляет огромное количество оружия и боеприпасов в Россию. Огромное количество. Понятно, что это очень низкосортные боеприпасы. Не раз рядом со мной падали снаряды северокорейские, они не разрывались. Мы благодарили голодных подростков северокорейских за качество парохов, взрывателей и всего прочего. Есть такая тенденция. Очень низкое качество оружия и боеприпасов. Если Южная Корея посчитает, что Северокорейская армия пополнится большим количеством людей с боевым опытом, она может паритетно поставлять артиллерийские системы, радиолокационные комплексы, противотанковые средства, боеприпасы. Потому что Южная Корея – это абсолютно самостоятельная страна. Я могу сказать, что она входит, ну, наверное, в десятку стран, которые самостоятельно изготавливают танки. Танки очень высокого качества, высокого качества современного уровня. То есть, ну, вы знаете, что это промышленно-научный гигант современного мира. Вот, кстати, я немножко отвлекусь, да, перейду к политике. Когда говорят, что моя Россия больная, несчастная, не способна на трансформацию, я привожу пример две Кореи – Северную и Южную, где жил один и тот же народ. Это была неразвитая грабная страна, была протекторатом Японии. И после того, как коммунисты узупировали власть в Северной Корее, произошла война в 50-53 году, мы видим, что в Северной Корее стагнация, диктатура, голод и тирания. И мы видим Южную Корею, где тот же самый от нас, тот же самый народ создал весьма процветающее современное демократическое государство. Это говорит нам о том, что построение демократии возможно практически в любой стране, при любых исходных условиях. Я все время говорю о гопнике из Питерской подворотни по фамилии Путин и по прозвищу Мольф. Понимает только сил. Если он убедится в том, что НАТО – это вялая и беззубая организация. Кстати, Украина, я хочу сказать нашим зрителям, единственная страна мира, которая выполняет то, для чего был создан весь блок НАТО и ни разу эту задачу не выполнял. А именно сдерживание агрессивной политики Советского Союза, а сейчас его правоприемницы Российской Федерации. Украина уничтожает военный потенциал Российской Федерации и ее возможности напасть на Европу. В это время Европа и Соединенные Штаты Америки выражают обеспокоенность. Хотя то, что мы видим сейчас со стороны Северной Кореи, является ничем иным, как включением в войну, как третьей стороной, вернее третьей стороной, которая уже фактически участвует в войне. Почему? Я объясню. Если к Путину из условного Мозамбика приезжают два гражданина этой замечательной страны, записываются в ряды добровольцев и идут устанавливать русский мир – это одно. Они действуют как частные граждане. Попытки путинских СМИ подать иностранных добровольцев, которые являются частью Сбройных сил Украины, как наемников или участие западных стран в войне, неправомерные, неправомощные, неадекватные. Приезжают отдельные граждане, которые чувствуют своим долгом защищать свободу здесь, которые понимают, что Путин может прийти в Европу. Но когда войска отправляют государство, я подчеркну, именно государство – это совсем другой вопрос. Это объявление войны, это участие войны. Северная Корея фактически сейчас находится в состоянии войны с Украиной. И весь окружающий мир, что мы видим, опять выражает озабоченность и обеспокоенность. Вместо этого сюда должно идти больше боеприпасов, снарядов, ракет, самолетов и танков. Здесь должны появляться специалисты из Южной Кореи, которые готовы нам помочь уничтожить северокорейских захватчиков. Появление томогавков в значительном количестве просто уничтожило бы самый главный козырь Путина – его тактическую и стратегическую авиацию. В зоне поражения томогавков находятся основные аэродромы, на которых базируется стратегическая авиация. Естественно, все аэродромы, которые работают по нашей фронтовой и прифронтовой зоне. Части этих аэродромов можно было бы достичь с помощью оперативно-тактических ракет «Атакмус», но пока, сами понимаете, разрешения на их применение нет. Опять-таки показывает очередную трусость Запада. Путин, раздухарившись, демонстрирует ядерное учение со своим ржавым фламом. Кстати, ракеты «Булава», насколько я помню, не летали. Летали более старые ракеты «Булава», но так и не могут толком принять на вооружение. Есть определенные нормативы по количеству пусков, успешных пусков, успешных пусков подряд, которым она до сих пор не соответствует. Все, что делает Путин, это продолжает использовать научно-технический потенциал Советского Союза. Он ничего, в принципе, не изобрел за это время, не смог. Оно неудивительно. В стране, где есть диктатура, наука практически не развивается. Все, что он делает, это меняет цифровые индексы. Вам любой танкист скажет, что танк Т-90, это тот же самый танк Т-72, просто поменяли циферки, немножко его расписали под хохлому и лакировали. Говорить серьезно о переговорах можно будет после итогов американских выборов. Как ни крути, Соединенные Штаты Америки – это один из главных союзников. Доля Америки военной помощи, естественно, превосходит участие других стран. И если с администрацией Байдена-Камалы Харрис все относительно понятно, это вялая, но помощь Украине, это медленная, робкая, осторожная, но все-таки наращивание усилий по поддержке Украины, то Трамп до сих пор для всех нас является котом в мешке. Однозначно Трамп будет действовать исключительно в своих интересах. Он плохо предсказуем. То, что он декларирует перед выборами, может поменяться на 180 градусов после того, как он придет к власти. Но в случае прихода Трампа возможен вариант от ситуации крайнего улучшения для нас до крайнего улучшения, если он будет буквально стараться принудить Украину сесть за стол переговоров на невыгодных для него условиях, до ситуации, когда он предоставит любое необходимое вооружение для уничтожения агрессора и отшвыривания его на границе 2014 года. То есть пока рано говорить об этом. Смотрите, Песков категорически боится продемонстрировать слабость. Это указание его патрона, говорить о том, что они будут разговаривать с позицией силы. Возможность неисходительна. Ну, что можно сказать об энергетической структуре России? То ли вчера, то ли позавчера в Москве забил гейзер, скажем так. Да, видели на видео все. Можно сказать, что природного происхождения, но напомнил мне ситуацию 20-х годов, когда помер Ленин, срочно соблюдили деревянный мавзолей и вскоре после построения этого мавзолея прорвало канализацию и залило Красную Площадь. И тогда еще живой патриарх Тихон, святитель Тихон, он сказал, по мощам и елей. Вот здесь по мощам и елей в центре Москвы в мегаполисе изношена инфраструктура. Много инфраструктура в России не менялась 40-60 лет. Затраты на инфраструктуру сокращаются катастрофически. На 2025-2026 год они будут в два раза меньше, чем обычно. То есть 500-600 миллиардов рублей они упадут до 300-350. Это при том, что инфраструктура перегружена и изношена. Вспомните, сколько было коммунальных аварий этой зимой в России, в Подмосковье. Десятки, сотни тысяч человек были без света, без тепла, без воды. И это было без какого-то воздействия украинской стороны. Если Россия будет наносить зимой массированные удары по объектам инфраструктуры, она может получить такие уже удары в ответ. По этому лету, по этой осени мы видим, насколько выросли возможности Украины по нанесению ударов вглубь территории агрессора. Мы видим, что происходит со складами. Мы видим, что происходит с топливно-энергетической инфраструктурой. Соответственно, если противник будет нещадно бить по нашей инфраструктуре, и мы ответим, соответственно, для них ситуация может быть гораздо более худшей. А они ведь к этому не привыкли за два с половиной года войны. Они к этому не готовы совершенно. И такая специальная военная операция вряд ли устроит население России. Поэтому такие переговоры вполне имеют место быть возможно. Они также будут в интересах России, потому что Путин не хочет получить недовольное население. Что бы там ни говорил Песков, мы знаем, что он врет каждый раз, когда он открывает рот. Мы говорим о завершении горячей фазы войны, то есть остановки огня. Как следствие тогда? Как следствие, боевые действия будут тогда выходить на уровень 17-18 года, вполне возможно. И будут вести к мирным переговорам. Я хочу сказать, что не так гладко выглядит ситуация в России, как и очень многие изображают. В России огромнейшие экономические проблемы. До 21% была поднята недавно ставка рефинансирования. Человек, понимающий что-то в экономике, понимает, что это смерть экономики полная. В принципе, никто не будет брать кредиты, развивать производство. Люди несут деньги в банк, образуется огромный навес из банковских вкладов, и финансовая система скоро рухнет, она этого не выдержит. Российские работодатели заявляют, что дефицит рабочих мест составляет уже 33%. В 2020 году до ковидного было 6%. То есть более чем в 5 раз вырос недостаток рабочей силы на российских предприятиях. Многие предприятия просто закрываются. Закрываются потому, что одного человека мобилизовали, а 5 или 10 под страхом этой мобилизации ушли с белой зарплаты, ушли из открытого бизнеса в какой-то теневой бизнес на рабочие места, которые непрозрачны и не видны в базах. Это все имеет место быть. 18 число, буквально полторы недели назад, губернатор Екатеринбурга и области заявил о том, что область, а это одна из самых благополучных областей, исчерпала потенциал мобилизационного ресурса. Все. Даже за деньги уже некого выгребать. Поэтому не все так гладко. Нам, защитникам Украины, надо держаться. И надо навязывать свою волю противности. Путин два с половиной года не объявляет человеком масштабную мобилизацию, потому что он понимает, для него эта дорога к 1917 году. Украинцы видят войну в разрезе того, кто идет на фронт, но они не понимают, кто остался в тылу. В тылу осталась не ликующая толпа. В тылу осталось много вменяемых людей, которые против этой войны, не согласны, но которые не могут открыть рот, потому что будут брошены за решетку. Если Путин сейчас силой начнет отправлять на войну не маргиналов и дегенератов, а вменяемых людей, то он быстро очень может прийти к ситуации, когда мобилизованные повернут штыки против него. Им эта война не нужна. Она не нужна народам России. Смотрите, очень интересная ситуация. Кадыров, как всегда, он путает педали. Он сначала говорит одно, потом говорит другое. И он вообще, мне кажется, сам не понимает, что он говорит. Неудивительно. Значит, первое. Если это был украинский дрон, значит, там не могло находиться украинских военнопленных. Украинская разведка прекрасно знает, где находятся украинские военнопленные. И никто не будет подвергать их жизнь опасности. Если дрон украинский, то, значит, никого там не было. А Кадыров просто пытается запугать кого-то, кто применил дрон тем, что там находятся на разных объектах украинские военнопленные, чтобы по этим объектам не били. Потому что он прекрасно понимает, что его собственных кадыровских нукеров никому не жалко. Но вполне может быть ситуация, что этот дрон, это привет от конкурентов по бизнесу Кадырова. Из Дагестана, из Ингушетии, из Москвы. Я могу вам сказать точно. Кадыровцев российские силовики ненавидят. Они их презирают. И очень много, не один год уже до сих пор, что российские силовики только ждут от Путина команду ФАС, чтобы порвать Кадырова. Но Кадыров нужен Путину для одной очень важной вещи. Если где-то в российских регионах или среди российских силовиков, в российской армии, среди, например, будущих мобилизованных, вспыхнет вооруженный мятеж или восстание, то на погашение этого бунта, восстания, мятежа будут отправлены именно кадыровцы. Потому что резать русских или татар они будут с огромным удовольствием. Они с огромным удовольствием будут убивать российских силовиков, срочников, контрактников, кого угодно. Это взаимная ненависть. И Путин пытается вот с помощью такой системы сдержек и противовесов сделать свою систему сбалансированной. Но в случае Кадырова, Кадыров гораздо больше всегда получал от этого союза, от этого неравного брака, получал больше привилегий всегда, чем отдавал. Так называемые тикток войска, ахматовцы, они всего на 10% состоят из этнических чеченцев. Потому что там только командиры отделения в заводах ворот чеченцы. В остальном это сброд, который они набирают по территории России из других регионов. Они мало ведут деятельности боевой на фронте, в основном снимают тиктоки. Но в случае опять-таки какого-то мятежа, или если надо будет подбодрить огнем в затылок срочников, или какие-то другие части вооруженных сил Российской Федерации, мы знаем, что они с радостью это делают. Когда начинается серьезный бой, то они ноги в руки, и их потом днем с огнем не найти. Вот именно для этого Путин был нужен Кадыров. Но Кадыров бережет свои силы, накапливает ресурсы, не исключая ситуации, когда власть Путина пошатнется, он попробует, возможно, сыграть первую скрипку и захватить либо власть в России, либо откусить что-то от прилегающих в Чечне территорий. Я хочу сказать нашим зрителям, напомнить слова прекрасного гимна украинской армии. Бул плач, не дав Николича свободы. Никому плач не дал свободы, никому он не дал возможности победить. Держитесь, помогайте фронту. Хочу обратиться к своим соотечественникам. Если вы хотите жить в прекрасной, мирной, справедливой стране, вставайте в ряды легиона, выходите с нами на контакт, сотрудничайте, помогайте нам. Благодарю вас. Честь имею.